В числе сохранивших свои посты министр образования и молодежной политики Владимир Иванов и министр юстиции Надежда Прокопьева. Есть в правительстве и новые лица. Среди вновь назначенных министров Сергей Артамонов, до недавнего времени руководивший управлением в администрации главы республики, а еще раньше возглавлявший администрацию цивильского района. С этого дня он министр сельского хозяйства. Михаил Игнатьев отметил его заслуги на различных управленческих постах. Задачи придется в перспективе решать сложные. Об этом вы сами, наверное, думаете, чувствуете. Ибо вопросы продовольственного обеспечения сегодня вышли на первый план. Мотивации хорошие для земледельства, для сельского хозяйства. Полагаю, что вы справитесь с теми поставленными новыми задачами перед земледельцами, перед целым агропромышленным корпусом. Спасибо за предложение, Михаил Иванович. Ну, я постараюсь сделать все для того, чтобы сделать так в нашей аграрной республике, так как мы понимаем, что 40% у нас жителей проживает в сельской местности. Я постараюсь все сделать так для того, чтобы им качество жизни населения улучшались. А Сергей Павлов, освобожденный от должности министра сельского хозяйства, сегодня же был назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии. Эта сфера деятельности хорошо знакома ему по предыдущим местам работы. Теперь новому руководителю предстоит присоединить к доверенному ему ведомству Государственную охотребслужбу. Будем работать для того, чтобы недр Чувашии и природу Чувашии сохранить. Миссия ответственная, чтобы по использованию лесных участков, лесных выгодий, недр, чем мы богаты в Чувашской республике, чтобы была проведена работа прозрачно, публично, открыто, соблюдая все нормы законодательности. Заменные в команде Минспорта Чувашия возглавил ведомство Сергей Шултухов, бывший заместитель министра. Перед новым членом правительства глава республики поставил приоритетную задачу – развивать в республике профессиональный и массовый спорт. Работа по подготовке спортивного резерва продолжается. Мы сейчас в октябре месяце завершили прием детей в спортивную школу. У нас по прошлому году было 37 тысяч занимающихся. В этом году прибавку мы ощутим, наверное, где-то 38-39 тысяч мы наберем. Михаил Агнатьев отметил, что новый министр должен держать под личным контролем ход строительства крупных спортивных объектов. Они должны быть открыты точно в срок. Медрик Валев и Расиль Мухаметов. Республика. Шквалистый ветер, бушевавший на территории Приволжского федерального округа, к сожалению, задел в прошедшие выходные и Чувашскую республику. Силу ветра почувствовали все муниципальные образования. Больше всего пострадали Канажские и Яльчихские районы. С обсуждения ситуации началось еженедельное совещание у главы Чувашии. Из-за порывов ветра были оборваны линии электропередач. Особенно пострадали уличные сети. В итоге почти в 80 населенных пунктах отключена электроэнергия. Ремонтно-восстановительные работы начались еще вчера. Ветер был сильный до 30 метров в секунду. И ремонтно-восстановительные работы были организованы практически начиная с 15 часов в пятницу. Основной ущерб это, конечно, от срыва кровли, других конструкций, зданий, сооружений. В итоге по республике у нас 8 социальных объектов пострадали, 28 личных подсобных хозяйств и плюс 5 многоквартирных домов. Это Шихазан и Канажский район, где 114 квартир, у нас 270 человек, в том числе 67 детей. Социально значимые объекты больше всего пострадал. Это, конечно, педагогический колледж, город Канаж, кровли 400 квадратных метров. Остальные не такие, они значительные. Надо отметить, что работы были организованы своевременно, оперативно, взаимодействие было полное. 31 бригада, 150 человек и большое количество техники были задействованы в организационных работах. К утру понедельника осталось лишь три населенных пункта, где еще не полностью восстановили электроснабжение. А уже в ближайшие дни в Чувашии высока вероятность снегопадов и гололедиц на дорогах. Так что, несмотря на столь ранние сроки, синоптики настоятельно рекомендуют автолюбителям переобуть своих железных коней.